Как много мы встречаем в жизни глаз. Они глядят внимательно на нас, они ласкают нас, порой бронят они без слов, о многом говорят. А многие люди не задумываются о том, какое значение имеет орган зрения в их жизни и возможности видеть прекрасный мир своих детей, внуков, выбирать любую специальность, вести активный образ жизни, смотреть на мир и видеть его красоту, большое счастье. И это счастье дает человеку глаза. Но наступает переломный момент в жизни, когда, читая любимую книгу или стоя прилавку магазина, вы понимаете, что что-то со зрением не так. Все плывет, изображение затуманено, как будто на вас вылили уши от воды. Это катаракта, говорят врачи-офтальмологи медицинского центра, новое зрение своим пациентам. А в переводе с греческого катаракта – это водопад. Человек, стоя под водопадом, будет ощущать и видеть точно так, как и больной катарактой повседневной жизни. Катаракта – одно из самых распространенных офтальмологических заболеваний. Медицинская статистика утверждает, что каждый четвертый человек, чей возраст перешагнул отметку в 70 лет, страдает этим недугом. Врачи говорят и о том, что катаракта может проявиться и в более раннем возрасте. Различают несколько видов этой болезни – врожденная, травматическая и самая распространенная возрастная катаракта. Светлана Шарафанович, врач-офтальмолог-хирург медицинского центра новое зрение, уверена, это коварное заболевание приводит человека к полной слепоте, но безвыходных положений не бывает. Главное – обратиться к доктору вовремя. Из сейф термологической патологии почти 50% составляет катаракта. Катаракта – это помутнение в хрусталике. Помутнения при этом бывают абсолютно разные. Бывают незначительные центральные помутнения, но которые ведут к резкому снижению зрения. А бывают достаточно грубые помутнения, но при этом пациент показывает высокую центральную остроту зрения. Решить проблему катаракты можно только хирургическим путем. Вместо хрусталика пациенту имплантируется искусственная интерокулярная линза. Это такой оптический прибор микроразмеров, который позволяет видеть нам на различных расстояниях. На современном этапе можно сказать, что хирургия катаракты – это операция с максимально реабилитирующим эффектом. Сесть клиник «Новое зрение» оперирует любые виды катаракты уже больше 20 лет. В клинике «Новое зрение», «Новое качество жизни» приобрели уже тысячи пациентов. Их примеру решила последовать и брещанка Галина Викторовна Кутень. Свой элегантный возраст она не скрывает – 85 лет. Говорит, жизнь бы дорадоваться, но возникли проблемы со зрением. Начало болезни практически не ощутила. Осознание пришло лишь после того, как в значительной мере перестало различать предметы. Привыкла видеть отлично. И вдруг так сразу резко потерять зрение, вот как будто бы какая-то пелена висит надо мной, над глазами. Ну, как-то так вот. Я говорю, дочка, я не вижу. Она говорит, ты, наверное, протвораешься. Не поверила, да? Не поверила, что я не вижу. А потом действительно убедилась, что я даже не вижу на столе, что стоит, что я должна тут кушать, что там у меня в тарелке есть такое съедобное. Вот сейчас правнучка родилась, и мне привезли ее посмотреть. Я вижу какой-то розовый комочек такой лежит в колясочке, а личика не вижу, на кого ж она похожа. Чего хочется-то? Наверное, внучку правнучку видеть. Ну да, ну да, все равно мне без разницы, но все равно интересно, на кого ж она похожа. Катаракта на оба глаза. Такой диагноз поставила Светлана Шарафанович. Необходима операция. Никакие альтернативные методы лечения эффекта не дадут. Решение принимали всей семьей, и оно однозначно. Будем оперироваться. И слезы у дочери в данный момент от радости маме помогут. И это лишь малая талика того, что можно подарить родному человеку за его заботу. Мама у меня очень замечательный человек. Она очень добрая и открытая. Еще со студенчества все друзья ко мне приходили к этому открытому, доброму и ласковому человеку. Поэтому она для меня все. Что хотите, чтобы мамочка... Что было с мамочкой? Чтобы она долго-долго жила и была с нами. Чтобы она видела нас и радовалась. Операция «Пока на один глаз» Галине Викторовне Кутень проведена успешно, и это неудивительно. В новом зрении работают профессионалы, а внедрение современных подходов и новейшего оборудования позволяет достичь максимального эффекта, индивидуального для каждого пациента. В апрель 2019 года в операционных клинике «Новое зрение» Минска и Бреста внедрена активная частичная роботизация глазных операций. В нашей хирургической практике активно используется новейшая система визуального трехмерного контроля за выполнением вмешательств на органе зрения. Революционная технология была разработана в сотрудничестве с TriVision 3D Surgical, лидером в области цифровой 3D визуализации и микрохирургии. Она состоит из трехмерного стереоскопического цифрового электронного устройства, видеозахвата, ультравысокой четкости и рабочей станции для получения стереоскопических изображений объектов во время проведения вмешательств микрохирургического уровня на глазах. Экран ультравысокой четкости системы обеспечивает предельно детализированное объемное отображение процесса в любой части глаза с большей точностью, чем традиционные микроскопы. Точность хирургических манипуляций благодаря новейшим технологиям повышена на 50% за счет увеличения резкости и глубины поля зрения хирурга в 2,7 раза и возможности объемной детализации мельчайших участков и тканей глаза. При этом офтальмохирург занимает комфортное положение в течение операционного дня и мы уже смотрим не в окуляры микроскопа, а на экран 3 на 4 метра на стене с помощью специальных очков с круговой поляризацией. Немаловажно отсутствие засвета во время работы глаз офтальмохирурга, ведь эргономика работы хирурга безусловно важна, так как врач может проводить в операционной не один час и проводить в операции многим пациентам. Подчеркнем, подача информации и точность детализации ткани глаза при помощи нового оборудования беспрецедентна. Стереоскопическое изображение на трехмерном дисплее с разрешением 4К передается высокоскоростной камерой 60 кадров в секунду. Это позволяет видеть мельчайшие даже прозрачные структуры глаза до 5 микрон, такие как мембраны, без использования специальных красителей. Все это привело к минимизации травмы во время операции в амбулаторных условиях. Особенно ценна система современной 3D-визуализации при хирургии на заднем отрезке глаза, стекловидном теле и сетчатке. Высокая контрастность позволяет хирургу четко видеть объект работы для выполнения точных микрохирургических манипуляций. В стенах нового зрения сосредоточены передовые технологии. И касаемо оборудования, и касаемо персонала, который владеет этим оборудованием. По сути дела на сегодняшний день в стенах клиники оперируется вся палитра офтальмологической сложной патологии. Катарактой сейчас никого не удивишь, то есть катаракта делается практически во всех частных клиниках и государственных, но катаракта катарактерозит. В новом зрении, несомненно, поток пациентов со сложной катарактой, он велик. И он не уменьшается, а по статистике даже увеличивается. Касаемо витриоретинальной патологии, мы уже давно и занимаемся, и в принципе практически любые варианты того, что происходит в глубине глаза, они подвластны хирургии. Не всегда, к сожалению, получается сделать тот результат, который хочется пациенту, потому что патологии бывают очень запущенные. Но технологически провести сложные операции на сегодняшний день не составляет труда. Врест сделан по аналогии всех остальных филиалов нового зрения, по всем представленным в стране и за ее пределами. И в общем-то это передовой уровень, потому что имею возможность сравнить, бывало стажировка в разных клиниках Европы, и в общем-то ряд из них, даже довольно известных, но в некоторых вопросах и уступают даже. Поэтому здесь приятно констатировать факт, что мы выглядим здорово. Сегодня медицина стоит на очень высоком уровне по методам лечения катаракты. Современные технологии позволяют в течение 15-20 минут помочь снова прозреть плохо видящему глазу. Правда, происходит это исключительно на операционном столе. Но следует отбросить все страхи и сомнения. В новом зрении оперируют доктора, для которых их работа стала делом всей жизни. Клиника Бреста работает в тесном сотрудничестве с ведущими минскими специалистами. Оперируют у нас доктора экспертного класса со стажем работы более 25 лет и имеющие научные степени. Таким образом мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, делаем очень квалифицированную помощь близко территориально. Во-вторых, идет постоянный обмен опытом между докторами Минской клиники и нашей. Как правило, эти доктора приезжают на три операционных дня подряд и параллельно ведется консультативный прием пациентов. Слаженная работа команды высококлассных врачей-офтальмологов медицинского центра «Новое зрение» – гарантия успешной диагностики и лечения ваших глаз. Потому, если для вас важны комфорт, высокая квалификация персонала и внимательное отношение к вопросам вашего здоровья, вас ждут. Мне всегда, учитывая, что в интервью увидят пациенты, хочется им пожелать здоровья. Начиная от глаз и касаемо всего остального, что Боженька дал. Поэтому в данном варианте здоровье зависит и от докторов, но и от них самих. Поэтому разумное наблюдение – абсолютно определенный залог здоровья. Не забывайте, что ваше здоровье прежде всего в ваших руках. К нам уже обращаются, когда возникают проблемы. Гораздо проще с ними бороться, если проблема на начальном этапе выявлена.